Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, я очень-очень волнуюсь, меня собирала чуть ли не вся семья, я еду просто-напросто в супермаркет. Было решено, что поеду я, потому что да, я вынуждена признать, что продукты, ну, по крайней мере, по словам моего мужа, то, что видел он, часть продуктов начинает исчезать из продажи, и поскольку в основном я готовлю, мне легче ориентироваться, что же нужно купить, потому что когда ты сидишь дома, когда ты тем более сытый, либо сытая, вообще трудно составить список из того, что тебе нужно. Соответственно, было решено, что поеду я и куплю то, что нужно, ну, по крайней мере, на неделю. Мы не будем запасаться, я не думаю, что нас ждут какие-то суперперебои с продуктами, но, опять же, многие знают, мою семью знают, что мы достаточно просто питаемся, соответственно, нам будет легко перенести все тяготы перебоя с питанием, которые, я очень надеюсь, у нас не произойдут. Могу сказать, что сейчас мы находимся в ситуации, в которой, наверное, находится вся Италия. Мне много писали и говорили, Яна, вы показываете какую-то другую Италию. У нас закрыли детские парки, при этом я подтверждаю совершенно точно, я не смогла найти информацию на сайте Абана Термы, что парки закрыты. То есть вот какого-то там прямо-таки ясного указания на то, что парки закрыты. Сейчас я доеду и сниму объявления, которые говорят, насколько я поняла, со слов Егора, который прочитал и перевел, говорят о том, что нельзя даже на скамейках сидеть, и, соответственно, парки закрыты. И выставлены какие-то ограждения, как сказал мой муж. Хочу на все это посмотреть собственными глазами, увидеть и обязательно покажу вам. Очень я, на самом деле, собиралась тщательно в эту поездку. Взяла ли я с собой декларацию о том, что я выхожу по необходимости. Да, запомнила ее, писала все свои данные, распечатали мы эти декларации. У меня, конечно же, вопрос, а что делать людям, которые не могут распечатать, у которых нет, возможно, интернета, кто не умеет пользоваться интернетом, либо у которого нет просто люди, у которых нет принтера. Мы, кстати, могли быть в ситуации, я думаю, мы скоро в ней окажемся. Когда у нас закончатся картриджи, потому что мы распечатываем огромное количество домашних заданий для собственных детей. Организовано ли онлайн обучение? Нет. Централизовано оно не организовано, это совершенно точно. Меня очень удивило и очень расстроила ситуация с почтой. Я рассказывала в предыдущем видео, сегодня пришел почтальон и сказал мне, что я не должна спускаться и не могу спуститься. Возможно, у него на руках не было письма заказного. Это штраф, самый обычный дорожный, скорее всего, штраф, который приходит обычно заказным письмом. Ты спускаешься, расписываешься и почтальон отдает тебе письмо. Сейчас правила поменялись. Во-первых, изменилось расписание почты и поменялись правила. Теперь почтальон не может на руки отдать. Он просто звонит и кладет квиток, как будто бы не застал вас дома, кладет квиток непосредственно в ящик. И я должна сама поехать, как и многие другие люди, должны сами поехать и забрать, возможно, посылку, либо вот такое заказное письмо с почты, что меня очень удивляет, потому что вроде бы должно быть как можно меньше контактов, но теперь мы сталкиваемся с ситуацией, когда нас всех вынуждают поехать на почту и забрать. Кстати, я вспомнила те знаменитые стекла, которые меня всегда удивляли еще в советские времена. Я помню, на центральной почте в Москве я еще застала эти стекла, когда была студенткой. Я застала эти стекла в посольстве в Милане, точнее, в консульстве в Милане. Возможно, когда поеду за документами, снова там будут эти стекла знаменитые, когда, в общем-то, вот такое перед тобой стекло, и внизу маленькое окошечко, чтобы документы туда передавать. И меня всегда удивляло, потому что человек за стеклом находящийся, он вообще не слышит, что ты ему говоришь. И ты должен к этому отверстию нагнуться и сказать, в общем-то, то, что ты пытаешься сказать. И, соответственно, другой человек так же. Так вот, сейчас мы оказываемся в ситуации, когда подобные стекла, и они, кстати, имеются также и в некоторых итальянских офисах, каких-то бюрократических, административных. Например, такое стекло имеется до сих пор у нас в Монте-Гротто, в муниципалитете, то есть в мэрии. Я забирала недавно там документы, и там тоже такое стекло и маленькое окошечко. Так вот, я всегда удивлялась, а в реалиях нашего времени оказывается, что это очень-очень нужная вещь, чтобы защитить другого человека и тебя, соответственно, как человека, который пришел воспользоваться каким-то административным ресурсом от вирусов, элементарно все. Ну что ж, поеду сейчас. Я в полной готовности ничего не забыла. Самое главное, да, не забыть удостоверение личности, но самые обычные права могут свидетельствовать, точнее быть удостоверением личности для тебя здесь, в Италии. Единственное, что я заполнила документы на другой, то есть внесла данные другого документа, так называемого карты ДНТ ТАП, то есть ID, соответственно, я еду и с ним, и с декларацией. Но почему-то мне кажется, что я не встречу полицейских. Если встречу расскажу, давайте посмотрим, будет ли сегодня очередь в супермаркете. Перед тем, как отправиться в супермаркет, я паркуюсь на ближайшей парковке с другой стороны от своего дома. Это парковка, кстати, тоже супермаркета, для того, чтобы посмотреть, как же выглядит парк, который привычен всем нам, в котором мы всегда гуляем. Я выхожу из машины, отправляюсь в парк, и что я вижу? Да, я вижу, к сожалению, что парк, который не имеет заборов, не имеет входа и выхода, таким образом, в общем-то, показано и дано понять, что здесь нельзя играть. И я смотрю, ищу те самые заграждения, о которых мне рассказывал Егор, о которых мне рассказывал мой муж. Но, в общем-то, здесь даже без заграждения очевидно, что парк не предназначен для игры. И вот таким образом выглядят заграждения, которые непосредственно на входе разных, с разных сторон от парка расположены. Что мы здесь видим? Мы видим, что да, коммуна Абана Термы, в противовес тому, что решила коммуна Монте-Гротто, коммуна, это получается мэрия, решила закрыть парки для прогулок, объясняя это тем, что да, в последнее время здесь собиралось достаточно большое количество людей. И, действительно, эти ограждения повсюду, они не столько препятствуют входу в парк, сколько, в общем-то, показывают и оповещают нас о том, что парк находится, скажем так, на особом режиме, на особом регламенте. При этом я не встречаю людей, которые бы контролировали, что в парке не должны гулять, что на скамейках не должны присаживаться люди для какой-то элементарной беседы, даже сохраняя безопасное расстояние. Ну что ж, печально, но факт. Я замечаю несколько подростков, не снимаю их, дабы не провоцировать, но могу сказать, что да, подростки все-таки даже в группах собираются в парке. Выхожу на парковку, на парковке также стоит подобное ограждение, которое свидетельствует о том, что даже пройдя через парковку, мы должны быть информированы о том, что происходит и что этот парк закрыт. Еду непосредственно в супермаркет, хочу показать вам город, хочу показать вам, есть ли патрули, нет патрули, нет. Я не встретила ни один патруль, и меня никто не остановил, несмотря на то, что я по правилам, которые сейчас имеют место, я была готова к контролю, у меня с собой декларация, как я сказала, которую я правильно заполнила, предварительно распечатав. Ну что ж, я подъезжаю к супермаркету, как вы видите, машины есть, это значит, что люди в супермаркете присутствуют. Ну что ж, дорогие зрители, я благополучно добралась до супермаркета, чему очень-очень рада, прокатила вас по городу. Я очень люблю свой город, я вообще люблю очень место, в котором я живу. И как вы видите, боже, я такая загоревшая, как дачница прямо-таки. Да, сейчас мы на самом деле все время проводим на террасах, и я думаю, что через какие-нибудь пару неделек мы будем такие загоревшими, какими и бываем в конце лета. Так вот, я не встретила ни одного поста, меня никто не остановил, возможно, никто не остановит нас обратном пути. Я остановилась около аптеки, я хотела купить себе маску, ну просто чтобы быть как все, на самом деле боюсь я или нет заразиться. Если честно, я не боюсь заразиться. Я не знаю, почему так, но в силу того, что я знаю, в силу того, что я читала, видела и знала до всей этой ситуации, я, в общем-то, спокойно нахожусь без маски, соблюдая, конечно же, дистанцию в полтора метра, желательно даже не в метр. И хочу вам сказать, что, как вы видите, никакой очереди рядом с супермаркетом нет, но у меня есть перчатки, и кто смотрел мои ранние видео, тот вообще знает, как я щепетильно отношусь к чистоте собственных рук, и рук своих детей также. Поэтому, в общем-то, я надену перчатки даже с большим удовольствием, ими воспользуюсь, и надеюсь, что найду сейчас, и, конечно же, вам покажу и расскажу, если это будет возможно, все, что мне в итоге нужно купить. Надеваю перчатки, беру тележку, я единственная, кто берет тележку, потому что нет ажиотажа, к счастью, я очень-очень рада, хотя я готова была простоять в очереди, но единственное, что я обнаружила, что, да, магазин на вход закрыт, необходимо подойти с другой стороны, но для нас, в общем-то, это мелочь, я тащу за собой громыхающую тележку, и очень рада тому, что, да, мне не придется стоять в очередь. Вот, посмотрите, я зашла внутрь, и люди заходят внутрь, совершенно не вынуждены они стоять в очереди. И могу сказать сразу, я вижу, что все есть, все есть в изобилии, меня интересует, конечно же, мука, я подошла к отделу с мукой, и муки действительно не было, я думаю, что это какой-то местный сбой с поставкой муки, потому что все остальные полки, они просто заполнены. Более того, я могу сказать, что если бы не люди в масках, примерно 80% в масках, все-таки я бы сказала, что я вообще не заметила разницы между ассортиментом и между тем, как ведут себя люди в супермаркетах. Вот, кстати, тушь, которую хотела вам показать, очень-очень рекомендую. Maybelline у нас стоит 9,99, но я купила со скидкой. Я, признаться, решила пиво посмотреть, для того, чтобы, ну, конечно же, на террасах сидеть. Вообще сейчас город изменился, есть три вещи, которые бросаются в глаза. Это прежде всего большое количество людей на балконах, как бы странно это ни было. И вот, посмотрите, да, видимо, не я одна решила пивасиком закупиться, позвонила мужу, чтобы спросить, какой лучше взять, но в итоге не дозвонилась до него и ушла из магазина без пива. Могу сказать, что да, изменились виды, скажем так, домов, то, как мы их видим с улиц. Это прежде всего большое количество людей на балконе. Очень много флагов вывешено, очень много детских рисунков, которые говорят о том, что все будет хорошо. Также потрясающая тишина на улицах, слышно пение птиц. И также изменился запах на улицах. Всегда, в принципе, когда расцветают деревья и цветы, запах в городе приятный. Но сегодня, на самом деле, я заметила свежесть, которую давно не чувствовала. Ну что ж, дорогие зрители, с радостью хочу вам сообщить, что перебоев с питанием нет и, скорее всего, и не будет. То, что нет муки, что в маленьком магазине, который находится непосредственно рядом с нашим домом, что здесь, могу подтвердить. Но, возможно, это какая-то местная проблема поставщиков с мукой. Также, в общем-то, все на месте. И если в маленьком магазине не было замороженных овощей и замороженных ягод, могу сказать, что здесь был переполнен лоток с замороженными овощами и ягодами. Я взяла традиционно для своих детей то, что беру. Они очень любят гороши, когда я готовлю. Также, например, Габриэль очень любит брокколи, но именно размороженную. То есть, вот если я сырую, брокколи отварю и поджарю, он не будет есть. А вот размороженный, я примерно понимаю, почему у размороженной брокколи другая консистенция. Он ест всегда с удовольствием. Но, в общем-то, как вы видите, все в порядке. Я на самом деле очень рада, что я съездила в магазин, потому что после сегодняшних утренних событий, как я сказала, закрыли парки. Я узнала вчера, сегодня почтальон не доставил мне почту. Меня несколько, скажем так, удивили происходящие события. Но могу сказать, что люди абсолютно спокойны. 80% людей в масках, все остальные без масок, скорее всего, потому что так же, как и я, не смогли их купить. У нас сейчас нет в городе масок. Люди очень спокойны, двигаются медленно. На кассах все спокойно. На кассах все в перчатках, все в масках. И, в общем-то, никакого ажиотажа, никакой толкучки, никаких, скажем так, очередей. Кстати, сегодня я спокойно зашла в супермаркет, но могу сказать, что если даже была небольшая очередь, я бы совершенно спокойно к ней отнеслась, потому что, да, пускают определенное количество людей. Но могу сказать, что сегодня было привычное количество людей, которые я видела в те редкие разы, когда последний раз посещала супермаркет. Что ж, желаю всем. Желаю всем хорошего настроения. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Ну и покажу вам, что же я купила, чтобы в очередной раз, чтобы в очередной раз это являлось доказательством, что все, что мы обычно едим, все, что я обычно готовлю, да, вот лишь решила купить витаминчик АЦ, надавить детям сухие завтраки, потому что, на самом деле, уже не знаю, чем их кормить. Конечно же, для винегрета огурчиков купила. Завтра картошечки пожарю с грибами, все будет хорошо. Купила детям, кстати, также мыльные пузыри. Завтра будем выдувать их полдня на террасе, потому что ничего другого не остается. Бананы купила, конечно же, на полдник, да, полдник должен быть очень здоровым. В общем-то, все, что мы всегда едим, то я и купила, и радостно, и довольная, потратив примерно 80 евро на свои закупки, которых я думаю, что на неделю все-таки не хватит, но это не страшно, потому что я убедилась, что да, можно приехать в супермаркет и купить без проблем те продукты, к которым ты привык. В общем-то, отправляюсь я домой, радостная, довольная. Я очень хорошо провела время в супермаркете, сделала два лишних круга, просто потому что я поняла, мне нравится находиться в супермаркете, мне нравится находиться среди людей. Желаю всем хорошего настроения, желаю всем бодрости духа, хорошей погоды. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok